Том Лефлер рассказал, какие потенциальные бои для Геннадия Головкина есть у них на примете после 16 сентября. У Сандерса был шанс в прошлом году, когда Геннадий ездил в Великобританию. Мечтой Головкина всегда было объединить все пояса. Сейчас он на таком уровне, когда проводит самые значимые поединки в боксе. Если он добьется успехов в бою с Альваресом, мы посмотрим, что можно сделать. Это может быть бой с Котто, с Андерсом или реванш с Канелло. Давайте подождем 16 сентября. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил звезде смешанных единоборств Конору Макгрегору устроить дуэль в бассейне. Все эти разговоры может нам тоже посоревноваться, написал американец. Стали известны гонорары участников главного события вечера. Мигель Котто заработал 750 тысяч долларов. Йошахиро Камигай 192 тысяч долларов. Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нунес пообещала, что будет готова к реваншу с Валентиной Шевченко, который состоится 9 сентября в рамках турнира UFC 215. Напомним, что их бой должен был возглавить карту UFC 213 в начале июля, но Нунес отказался выходить в октагон, сославшись на проблемы со здоровьем. Я до сих пор принимаю лекарства и буду принимать их еще несколько дней. Со мной работает специалист, который поможет мне получить все необходимое для выздоровления. Я уже дралась с Шевченко, знаю ее стиль. Мы знаем, какие аспекты надо подтянуть и где в ее стиле дыры. Мы работаем над этим. 26 августа на Гавайях состоялась свадьба Ронда Роузи и Трэвиса Брауна. Ронда и Трэвис опубликовали фотографии со свадьбы в своих соцсетях. Пока все спорят о том, кто же станет следующим соперником Конора Макгрегора в октагоне. Будущий временный чемпион легкого веса Тони Фергюсон или Хевин Ли, или все-таки нестабильный первый номер в рейтинге Хабиб Нурмагомедов. Чел Сонон уже все решил. Я думаю, что теперь Макгрегор будет драться в UFC. Есть кое-какая информация, что Нейт Диас следующий на очереди, и их бой состоится в конце декабря. Возможно, картина станет более ясна в начале октября, когда Фергюсон и Ли разыграет пояс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин